Здравствуйте, дорогие зрители! Давно не выходил в эфир. Сегодня у меня появилась возможность выйти в эфир и ответить на ваши вопросы, которые вы мне задали. Первый вопрос. Высшее образование, полученное в СНГ, поможет ли это при поступлении в вооруженные силы Соединенных Штатов и сможет ли это помочь для поступления туда не с младшего ранга? Высшее образование, полученное в СНГ, это очень хорошо, но для поступления в вооруженные силы это практически не играет никакой роли. Большую роль играет, прежде всего, ваше гражданство. Если у вас будет гражданство, то и от этого будет зависеть, какую позицию вы займете. Если у вас есть диплом, полученный в СНГ, вы можете этот диплом конвертировать, называть здесь Conversion. Сделайте перевод этого диплома, сделайте копии и очень много здесь компаний, институтов, колледжей за определенную сумму сделают вам Conversion. И вы получите обратно свой диплом, который будет указывать, что вам они присвоят. На своем примере я могу вам сказать, что если у вас высшее образование в СНГ получили, то они обязательно его принизят. Если у вас был, как говорится, высший диплом, Master Degree, то они из него сделают Bachelor Degree. Если у вас был Bachelor Degree, то они его уменьшают, то сделают на Resort Degree или еще какой-нибудь Degree. Но один к одному это очень большая редкость, чтобы они вам перевели его. Большое значение имеет при получении высшего ранга не ваш диплом, а так как вы сдали АСВАР. Если вы его сдали очень хорошо, то от этого можно уже будет и, как говорится, плясать. Вы можете потребовать от реквы центра высшего, как говорится, ранга. Это значит, что они должны будут подписывать сам контракт. Но это будет, я говорю в основном о контрактах, которые подписать должны быть. По офицерскому составу, здесь другая программа. Если все зависит от того, сколько вы уже прожили в стране. Но я вам одно могу сказать, что офицерское звание вас сразу не возникнет. Вам нужно будет или идти в какой-нибудь колледж, или в какой-нибудь университет. И у них здесь есть программа ROTC. Если вы пройдете эту программу, то вы можете пойти в вооруженные силы уже в ранге офицера. Но опять я хочу вернуться к тому, что по всем этим программам, в основном ROTC, у вас должно быть гражданство. Если у вас гражданства нет, то вас туда не возьмут. Второй вопрос. Спрашивает. Последние годы личный состав всех родов войск США активно сокращает. Правда ли это? Да, это правда, но не так активно, как это пишут в газете. В основном убирают сейчас всех солдат, офицеров. Те, которые засветились в плохом поведении, в плохой работе. И бывают там разные другие причины по медицине и еще по чем-то. Также еще увольняют старослужащих, которые не проявили себя в работе или в поведении. Смотрят на характеристику. Хорошая была характеристика или плохая все. Но так просто раз, говорится, взять и сократить, убрать человека. Здесь так не делается. Если у человека был подписан контракт, на определенный срок он должен его дослужить. И после этого уже решается вопрос о его увольнении. Но он может обжаловать. И очень много случаев я знаю. Люди также все равно оставались и продолжают служить. Почему в основном старослужащих увольняют? Потому что есть здесь срок определенный. К каждому званию, что ты можешь прослужить больше этого срока. По родам войск. Сейчас могу рассказать, как происходит сокращение вооруженных сил в Соединенных Штатах. В основном увольняю сейчас combat force. Очень много было combat force, потому что в Соединенных Штатах вели много военных действий. В Ираке, в Афганистане. Сейчас эти войска не задействованы. И поэтому очень много людей было призвано на службу, чтобы удовлетворить потребности вооруженных сил. в войне с Ираком и в войне в Афганистане. Большая порция увольнений пройдет по мариинцам. Потому что в основном при военных действиях участвовало очень много частей из мариинца. Второй, по увеличению, который должен будет сократиться в вооруженных силах Соединенных Штатов, это армия. Она тоже была очень сильно увеличена при военных действиях. На вооруженные силы военно-морского флота тоже должны будут сократиться. Но здесь есть свои но, так как вооруженные силы, военно-морские силы Соединенных Штатов должны сохранять количество экипажей судов. И здесь не секрет, где-то около 350 судов должно сохраняться. И поэтому ниже этого количества вооруженные силы, военно-морские силы никогда не сократятся. И вдобавок еще к этому очень большое количество людей задействовано в обслуге, береговой службе и так далее. Будет, конечно, сокращаться очень много спецвойск при военно-морском флоте, потому что тоже было очень много их всего. Следующий вопрос был. После прихода Дональда Трампа на пост президента изменится ли положение на службе у военнослужащих американской армии? Я думаю, что никаких практически изменений не будет, потому что с приходом нового президента слишком много не меняется в вооруженных силах. Потому что я прослужил очень долго и видел очень много всяких президентов. И я скажу, что никакого изменения никогда не ощущается. Единственное, иногда изменяется, что один президент увеличит зарплату на 3%, другой увеличит только на 2%, третий увеличит только на 1,5%. Это вот было так заметно все. Других изменений, я думаю, что не произойдет. Следующий вопрос был. Каковы шансы попасть на службу в горячие точки? Ну, шанс всегда какой-то есть. Это все зависит от того, в каком юните вы служите. Если вы служите в комбат юнит, то реально это можно попасть в дальнейшем все. Но многие туда и идут, чтобы именно попасть в комбат. Это люди с желанием поехать, показать себе в горячих точках, повоевать, посмотреть, насмотревшись, пробовали. Возможно, просмотревши голливудские фильмы, еще что-то такое. Да. Это присутствует всегда. Особенно молодежь. Особенно молодежь, да. К этому же вопросу еще вопрос. Есть ли легальные способы избежать службы в горячие точки? Если вы в спецвойсках, опять же я вам скажу все. Легальные можно, конечно, отказаться все. Но для этого человека берут в спецвойска, чтобы он как раз ехал в горячие точки. Если вы будете просто служить, как говорится, в Неве, в военно-морском флоте, то, если вы будете прикреплены к кораблю, то, безусловно, вам придется идти и в Персидский залив, и в Индийский океан, и в Красное море, и в Средиземное море, и, может быть, еще куда-нибудь. Но это не значит, что вы будете находиться в горячей точке, потому что все корабли всегда находятся на определенном удалении от конфликтов, которые происходят. Если вы приписаны к Маринц, то Маринц это, я вообще-то могу сказать, что это спецвойска, которые специально высаживаются на берег, чтобы участвовать в военных действиях. Если вы по ошибке туда записались, легально вы можете, конечно, отказаться, чтобы не идти, например, в реальную точку и воевать. Но, мне кажется, что после этого вам придется просто или увольняться, или вы будете не, как говорится, не получите никакого продвижения по службе, и это просто вам повредит на вашу карьеру. Если вы будете просто вне комбат-юнита служить все, то еще раз хочу повторить вас, что реально попасть в боевые действия очень маленькие. Это нужно ваше желание и ваше стремление, чтобы там оказаться. И последний вопрос. Спрашивают, как стать офицером в американской армии. Прежде всего, я уже говорил, по-моему, даже где-то в предыдущих передачах, что вам нужно получить гражданство. После получения гражданства второе условие – это незапятненная репутация вашей, потому что я буду полностью вас проверять, чтобы не было никаких криминальных прошлых приводов в полицию или еще что-нибудь такого. Если вы проучились в американской школе, не проучились очень хорошо, то перед выпуском можно даже за год, за полтора начинать уже себе подготавливать к поступлению. Высшие военные, морские или армейские училища здесь есть. Их называют здесь Академия. Их всего четыре здесь. Значит, одна – это Неви, одна – это Армия, третья – Air Force и четвертая – Косгард. Вы можете поступить во все эти четыре, если они вас примут. Конкурс здесь большой, поэтому очень смотрится, прежде всего, как вы закончили школу, на учебу вашу. Потом, на ваше стремление, что вы хотите именно сделать карьеру в вооруженных силах. Смотрится еще на рекомендации. Рекомендации должны быть от конгрессменов, от других каких-нибудь высших чинов руководства. Вы должны посылать запросы, им они должны вам давать рекомендации. Эти рекомендации с вашими письмами. И там нужно будет писать вам эссей и очень много других документов. Посылается во все эти Академии. Если Академии вас принимают, они вам присылают официальное письмо, что вы можете у них, как говорится, учиться и служить. После этого вы уже попадаете в регулярные части вооруженных сил. Другой путь может быть через enlistment, через контракт. Вы подписываете контракт, приходите в вооруженные силы. И там есть несколько программ. Первая программа, по-моему, где-то через год или через полтора вы можете подавать заявление, что вы хотите стать офицером. Это называется программа Simon to Admiral. Это было в этом мире. В других род войск, я не знаю, но, по-моему, там такие же похожие есть программы. Еще один момент. Если вы прослужили уже достаточное количество, и ваш enlistment rank уже высокий, это И6, вы можете подавать на другую программу. Называется LDO, Limited Duty Officer. И тут вы уже можете, как говорится, стать сразу офицером. И эти программы практически все не требуют высшего образования. Высшее образование можете получить потом. Продолжение следует...